здравствуйте друзья здравствуйте мне говорят вот давно что-то не показывали студенток симпатичных вот у нас пожалуйста значит симпатичная студентка представляйтесь друзья меня зовут татьяна родом я из беларуси откуда могилевская область город осиповичи осиповичи могилевской области а там еще куда-то это уже все большой город маленький ну как 30 тысяч есть такой анекдот значит спрашивают вот израиль большая страна или маленькая вы скажите израиль большая или маленькая но по сравнению с чем с россией маленькая маленькая вот говорят нет было бы маленькая называлась бы изя большая хорошо осиповичи значит они не очень большие супруг тоже из осиповичей вот тот супруг у нас там за кадром значит он у нас на на камере так вы как попали в америку из осиповичей выиграли грин карту грин карту давно выиграли 4 года назад ничего это хорошо же столько лет тут около трех да давайте давайте так вы никого не трогали жили в осиповичах учились в школе закончили школу и ехали в столицу уехали в минск учились где-нибудь немецкий язык а почему вот из осиповичей тянет на немецкий язык потому что в школе только немецкий предлагался на выбор или французский английского не было английского не было друзья вот так вот такая жизнь в осиповичах вот так родившись в осиповичах никогда английского не узнаешь школе а много школ было в городе 4 а гимназия геннадий был английский язык это для благородных теперь значит в осиповичах можно сказать что все друг друга знают но практически теперь значит в осиповичах знают что вы тут в америке ну друзья знают хорошо одни такого что кто-нибудь раз так среди ночи звонит и говорит или там днем говорит здравствуйте я из осиповича и вот приехал в америку кроме вас тут у меня никого нет нет я из осипович кстати много ребят здесь в америке вот так друзья вы подумайте может быть вы зря родились в другом месте а что какие-то программисты в англии или что лотерейщики больше лотерейщиков хорошо и так легитимные такие значит там политическое убежище не просили грин карту получили и поехали вы с немецким языком с немецким приехали вы четыре там три года назад а как же с английским английский учили я учила немецкий у меня был главный язык так а второй английский я учила английский два года то есть было было немного база какая-то была то есть не то что вы так приехали и не моя твоя не понимали нет конечно было понятие а вы уже женаты были да конечно приехали вместе дальше а супруг учился в какой части супруг закончил колледж связи высший колледж связи связист так а когда ты работал связистом то работал руками своими даже делал так что вы платили за это в этой белорусской копейки а какая там валюта нынче в белоруссии белорусский рубль прям рубль а вот эти зайчики-белочки это давно было зайчики-белочки уже давно уже нету да они так это так кьют да но там в лесах то остались зайцы-белки или разбежались там ой ну мало сейчас зверя в лесу у меня папа егерь просто лесник о слушайте хорошо но в лесникам выдают там куропатками или как-то они ну как сказать чего сам ну да настреляешь что это будет так хорошо а браконьеры есть у вас там опасная работа на так ну-ка придвиньтесь у меня списка вы же следите вы же увидите себя в кадре значит и так приехали вы в америку что стали делать и где это было территориально первая точка наша была это штат мичиган приехали мы туда потому что там были знакомые некуда было ехать хотелось бы поближе чтобы кто-то на первое время помогли или разочарование вышло ну наверное второй вариант так немного да там не сложилось у нас да ну хорошо это мелочь проехали дальше значит и так сначала были в мишиган потом следующий пункт был коннектику там как там хорошо это прям как европа там да но не прям как европа там как-то от мичигана конечно кардинально отличается либо мы были в городе таком не очень так а работали вы в каком качестве вот вы с немецким языком супруг значит связист работают для эмигрантов я работала в магазине одежды русского немецкого то есть вы просматривали там язык немножко ну мы ходили еще два года в комьюнити колледж а вы кем брали моделью придумали у нас не было моделей к сожалению можно было попробовать хорошо то есть вы просто продавали товары а что за это платят копейки ну как минимум по штату в коннектикуте минимум 9 с копейками ну не так плохо 9 с копейками слушайте 9,75 неплохо это и по калифорнийским неплохо ну хорошо значит работали в торговле муж что делал а муж пиццу возил ну и там есть бабульки какие-то прилипают ну да прилипали чаевые там чаевые хорошие потому что город достаточно такой богатый это какой риджфилд называется это даже не знаю ну и ладно это далеко от нью-хейвена ну прилично ближе к нью-йорку вроде там штат то небольшой ну да ладно значит а к нам то вы как попали про вас мы знали давно долго читали долго изучали еще в белоруссии знали а пам-пам-пам наверно когда начали готовиться когда вы выиграли грин карту начали готовиться а что вот вы там форум читали да говорим про юс про юс он нас просто спас ну подождите вот вы читаете форум не было ощущения что лажа это все же так не бывает не было ощущения это ощущение прошло после того как мы выиграли грин карту мы поверили что это не розыгрыш это сильно это сильно да я согласен ну хорошо но все-таки четыре года вы к нам не приезжали а вы где-то там вы не были уверены или вы испытывали какие-то другие возможности а как сказать сразу ехать в калифорнию с белоруссии нам бюджет не позволил потому что штат очень дорогой да и наверно уровень английского на тот момент был недостаточно высок чтобы сразу отважиться на калифорнию на школу вашу хорошо а вот супруг он ноша все четыре года пиццу возил три или какую-то еще работу делал такую где с языком больше общения нет успел ничего не поработать пару недель на заводе какой-то завод лишнего не будем это секретные данные так из этих вот как как место называлось коломазу город коломаза в белоруссии это место в белоруссии место называлось где вы родились осиповича там за вами могут следить из органы из осиповича друзья вот мы тут оба такие пудрявые пришла вчера мы сделали очень удачный снимок на инстаграм но он пошел на фейсбук и надо сказать что народ был возбужден большим париком нет спрашивали кто из них в парике так то есть не было понятно да и но я я в парике это не парик это мешочек это папаха парик это папах вот второе говорит что ведь седой дедушка и рыжий внучка ну там так они вот так как то вот значит действительно я посмотрел на фотку получать похоже вот я в этом вот вот и вывод как есть вот почему похоже как-то вроде не очень а так смотришь на фотку похоже ну хорошо значит учитесь вы сколько уже учитесь пол срока прошло отмотали пол срока отдали а трудно учиться ну как сказать достаточно времени этому уделяется я думаю что ну хорошо вот вы учитесь сейчас я соображу вас группа фуллтайм фуллтайм значит вы по идее 20 часов в неделю вы просто в школе в классе проводите вам удается сколько-то позаниматься отдельно конечно все оставшееся время практически то есть вы капитально занимаетесь пока да а есть какие-то вещи что думаешь ну какая тут этого понять нельзя ну если я так думаю что этого понять нельзя то я обращаюсь к мужу ну то есть а он так уже по полочкам основательный такой хорошо то есть вы так как бы такое энергичное начало он такое основательное хорошо это очень важно что интересно я вот когда прочитал прям подпрыгнул вот эту мысль что супруги сходятся по противоположностью по дополнению хорошая пара это которая дополняет друг друга а друзья сходятся по совпадению то есть легко дружить с тем кто такой же как ты а в браке хорошо когда люди разные они дополняют друг друга это очень интересно ну что же хорошо так а вы работать где собираетесь вы уедете или тут будете или как а мы flexible а нас ничего не держит а поедем во флориду поедем да тут у нас что-то все время не каждый день но так вот каждую неделю кто-то вот там из наших студентов бывших там новых вот оказывается вдруг во флориде там в районе майами там пляж ну и вот работу тут получил там мы сегодня один значит мне позвонил там ну бы насчет референсов беседовали и у меня взяли в компанию я не хочу называть это круизная компания одна из больших круизных компаний и он говорит она а наших тут говорит вот из портнов скул там четверо я говорю пятый а я знал про одну девочку которую туда взяли несколько месяцев назад я знал ну что там четверо там я не знал конечно вот так что если что может вы моя теплые края ну что же хорошо с точки зрения человека который уже все-таки в америке какое-то время и который ну может быть наблюдал за другими людьми вот поделитесь знаете на какую тему есть люди которым плохо вот они уже несколько лет вроде а как-то и не пошло и вот они ну в разной степени они кто-то ноют кто-то не ноют но но видно что плохо или там что из-за чего у людей не получается ну это мне кажется зависит от конкретной ситуации например что вот что мешает людям вот человек он же когда едет он то думает что все хорошо будет он же не едет чтоб ему тут страдать страдать а что такое вот должно быть в человеке чтобы у него получалось и думаю что здесь все будет хорошо так то лучше не ехать потому что мне кажется что каждый иммигрант должен пройти какой-то не готов к трудностям которые да окей то есть типа а что мне будет за то что я приеду да есть такой стереотип еще у людей что думают что приезжаешь по грин карте и тут тебе предоставляют жилье работу что есть такие есть такие думаю так на самом деле все самим приходится добиваться ну хорошо а вот вы три года здесь ну как бы осваивались то есть сейчас вы готовитесь к рывку такому вот эти три года которые вы осваивались у вас нет ощущения что ой вот три года жизни прошли а я там вот где был там и есть или что-то или вы чувствуете какой-то рост или вы чувствуете что вы накопили какой-то потенциал для прорыва или вот какое ваше отношение к прожитому времени здесь ну да за эти три года нам удалось немного под накопить денег для этого рывка подтянули английский то есть эти три года мы знали что нам будет нелегко были готовы к этому сейчас не надеюсь что этот рывок ну вот если бы сейчас если бы сейчас вам вернуться там на четыре года назад и вот вы узнали что выиграли в грин карт лотерею и зная то что вы сейчас знаете вы все равно поехали или вы сказали да ну и вон это к миру Васиповичу хорошо поехали мы мы мечтали да я помню Жванецкий рассказывал такую хохмочку ну тогда в начале девяностых что там встречаются два еврея один говорит а что ж ты не уехал в Израиль он говорит а что я пойду в Израиль у меня и тут плохо то есть у вас нет такого что нет такого ну что же те люди которые готовятся к поездке вот на что им внимание обратить вы бы посоветовали ну кроме английского мы все понимаем что хотя некоторые как-то не чувствуют это предметно что все таки язык английский и страна другая ну вот кроме того что бы учили английский что вы еще посоветовали бюджет с собой иметь побольше как это называется денежный запас подушка безопасности золотой запас золотой запас да что еще а если как где же они возьмут золотой запас в Васиповичах то пам 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 ну где возьмут ну не ну объективно то где же там золотой запас если есть возможность то лучше да если это золотой человек и взять его с собой ну лучше иметь бюджет побольше хотя с другой стороны у кого бюджет лимитирован у того может быть наоборот больше мотивации больше вы знаете что я представляю себе что люди Вас сейчас смотрят и говорят без бюджет ты что не знаешь что стало с курсом там рубля там гривны там и что там еще бывает теньге за последние пару лет родственники Ваши как там вот они относятся к Вашей поездке скучают но очень рады что мы уехали да родители очень скучают каждый день говорят внук вставай говорят говорят но а у Вас есть там братики и сестрички да есть брат у брата двое детишек так что они не довольны послушайте у них есть чем заниматься немного а пенсионного возраста или молодые еще а мама уже на пенсии а папа еще нет а в Беларуси там в каком возрасте 55 женщины а мужчины 60 это как в большевиках ничего не поменялось нет ну это кстати неплохая такая стабильность вот в этой части ну что же давайте что сделаем давайте всем привет передадим и чтобы они хорошо выигрывали и чтобы они хорошо готовились и чтобы английские учили и чтоб золотой запас у них был да а у кого нет золотого запаса чтобы у них было эм что позитивное настроение да это как мы как кавказский тост мы говорим чтобы настроение был позитивным независимо от наличия золотого запаса давайте помашем ручкой всем привет ребята счастливо счастливо спасибо 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 и